В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алисия Харлина. Главная тема сегодня. Свела с ума. Мужчина оказался в лечебнице после того, как убил супругу. 17-летний подросток свел счеты с жизнью. В чем причина подросткового суицида и почему Россия четвертая в этом жутком рейтинге? Наших людей просто так не возьмешь. Зубами и молотками обороняются от представителей закона. Меньше всего хочется иронизировать, когда дело касается человеческой жизни. Но судя по этой истории, женщина действительно способна свести мужчину с ума. Год назад взрослый семьянин в полуссоры нанес 14 ножевых ударов своей жене. Уже к вечеру супруга скончалась. Объяснения виновника были краткими. Довела. Его провоцировала на это. Говорила, что он бомж, что выгнят его из дома. В связи с его возрастом он говорил, что не мужчина. Соответственно, не может выполнять какие-то свои супружеские обязанности. И в связи с этим у него наступила такая реакция. И он ее, соответственно, нанес не телесповреждение. Погибшая была лет на 15 младше супруга. Это, к слову, о якобы мужской несостоятельности. А вот бомжом мужчина стал добровольно, подарив свою квартиру не кому-нибудь, а дочери погибшей. В момент преступления он был ограниченно вменяемый в совершении преступления. Но на момент исследования и в связи с совершенным преступлением у него образовалось психическое заболевание в виде депрессии, тяжелой степени. В связи с чем он нуждался в принудительном лечении. В лечении он нуждается и сегодня. Вину признает, но человека этим, к сожалению, не вернешь. Кстати, во время расследования статью переквалифицировали в 105-ю, умышленное причинение смерти. Миллионы людей во всем мире и детей, в том числе, страдают неизлечимыми болезнями. Их дни сочтены, и все, о чем они мечтают, это прожить чуть больше, чем им отведено. А кто-то спокойно живет, учится в обычной школе, встречается с друзьями, а в один прекрасный день бросается с крыши или выпивает горст таблеток. Почему? По опубликованным результатам исследований, за последние пять лет в России ежегодно уходили из жизни вследствие самоубийств порядка двух тысяч подростков. Кроме того, каждый 12-й подросток совершал покушение на самоубийство, что резко повышало риск повторного суицида. Только подумайте, Россия занимает четвертое место в мире и второе в Европе по частоте подросткового суицида. Причин много. Ломка социальных стереотипов, снижение уровня жизни некоторых слоев населения, последствия социально-экономических кризисов, культурный вакуум. Но если с этим более-менее ясно, то такие понятия, как скучно или хочется загробной романтики, не укладываются в голове здорового человека. Благодаря компьютерным играм, ютубу и, к сожалению, телевидению, насилие и смерть превратились в обыденность. Восприимчивость в моделировании социальных отношений приводит к тому, что первые влюбленности становятся драмой и катализатором для решительных действий. Примеров детского и подросткового суицида на самом деле хватает и в нашем регионе. Сейчас, например, следователи пытаются разобраться, отчего 17-летний подросток из города Сасово решил свести счеты с жизнью и повесился. В целях наиболее полного выяснения всех обстоятельств произошедшего Сасовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Паризанской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть доведения до самоубийства. Молодого человека обнаружили в заброшенной на дворной постройке в последних числах октября. И какой бы ни была причина, очень печально, что абсолютно никто не заметил в поведении подростка тревожные звоночки. Хочется еще раз обратиться к родителям, побольше внимания к своим чадам, какого бы возраста они не были. Как показывает практика, и родительская невнимательность в том числе становятся причиной детского суицида. Не секрет сотрудников в форме, особенно те, у кого рыльцы и без того, в пушку иногда недолюбливают. Перед судом пристанет уроженец Калужской области, который буквально зубами цеплялся за свободу. Представьте рядовую ситуацию. Вспыльчивый супруг в очередной раз разбушевался. Супруге такое отношение терпеть надоело. И она вызвала участкового. Несколько раз, да, участковый заходил в дом и пытался вывести данного гражданина. После чего гражданин вышел в последний момент. И, выйдя из дома, схватил участкового за рубашку и начал дергать ее. То есть при этом порвал он несколько пуговиц. Участковый применил к нему физическую силу, попытался его задержать, но данный гражданин стал оказывать активное сопротивление. В этот момент приехала группа полиции, которая помогла участковому задержать его. И в этот момент дебошир не придумал ничего лучшего, как укусить участкового за палец. Выяснилось, что задержанный и раньше поднимал руку на жену, а на родине в Калужской области даже был судим за причинение побоев. Между прочим, своей первой супруги. Нашу женщину, конечно, кулаком не испугаешь, но в конце концов не в каменном веке живем, есть и другие, более гуманные, а главное законные проявления любви. На вид он крепкий, здоровый мужчина, рост 176 сантиметров. Одевается опрятно. Несмотря на азиатскую внешность, говорит без акцента и производит впечатление очень образованного человека. Николая всегда описывали, как очаровательного и интересного собеседника, безупречного до носков ботинок. Вот только одно «но». Он жестоко убил и съел от 50 до 100 женщин. И это по неофициальным данным. Несколько раз попадал в лечебницы, возвращался из них в свое же родное село и даже сам просил о расстреле. Смотрите далее. Джумангалеев Николай Ясполович родился в 1952 году. Он был предпоследним ребенком в семье и ни разу не отличился ни жестоким нравом, ни особыми наклонностями. Ровно до того момента, когда был пойман на месте преступления. Родился он в Казахстане в семье казаха и белорусски. Они работали в колхозе. Тогда в Алма-Атинской области поселок Узунагач. У Николая никогда не было проблем ни с собеседниками, ни с прекрасным полом. Который, кстати, сам Джумангалеев прекрасным совсем не считал. Низшие существа, нуждающиеся в хорошем уроке. Позже он сам себя называл превосходящим существом и потомком Чингисхана, чистильщиком. Впрочем, почему называл? Ни следователи, ни пресса не подтверждают, что Джумангалееву нет в живых. За решетку он так и не попал. Его то и дело насильно упекали в лечебнице. А между поездками туда и регулярными побегами он продолжал свою бесчеловечную миссию. В этой истории вообще много нестыковок. Этого человека звали Железный Клык, поскольку у него были металлические зубы. И в свое время он прослыл самым известным каннибалом в Советском Союзе. Говорят, учился он посредственно. За школой, как у всех мальчишек, того времени последовали ПТУ, курсы шоферов, армия. В 16 лет он даже одновременно поступил в вечернюю школу и Алма-Атинское железнодорожное училище. Мог стать вполне приличным, перспективным по тем меркам человеком. Один непонятный инцидент в семье Джумангалеева все же был. Но тогда его не связали с Николаем. Сам он на эту тему никогда ни с кем не отправили ничего. Был такой случай, когда в их семье одна из сестер пропала. Ее долго искали, но так и не нашли. И история, покрытая мраком, доказать вину брата к исчезновению, к убийству сестры, тогда никто не смог. И, в общем-то, это особо и не пытались сделать, и не думали об этом. В 78-м году Джумангалеев возвращается в Алма-Ату и устраивается работать в пожарную часть. Для тех, кто не знает, тогда пожарные части являлись структурными подразделениями Министерства внутренних дел Советского Союза. Криминалисты давно доказали, что у серийных убийц есть особая тяга к службе в правоохранительных органах. Николай был не исключением. Два года Джумангалеев готовился к первому убийству, выбрав себе в жертву участницу секты, адвентиста седьмого дня. Но не стоит думать, что он истреблял только сектантов. Первоначальные мотивы преступлений были куда банальнее. Джумангалеев всегда нравился девушкам и бессовестно этим пользовался. Беспорядочные связи не могли обойтись без последствий. Николая наградили букетом венерических заболеваний. Из чего был сделан категорический вывод – все белые женщины заслуживают хорошей чистки рядов. У него возникла злость на женщин. Тем более, поскольку отец был казахом и исповедовал ислам, то Джумангалеев белых женщин расценивал как неверных, как нарушительность исламских традиций. Удивительно, но уже после пяти совершенных убийств Джумангалеев был арестован за преступление, не имеющее к ним никакого отношения. Он случайно застрелил из ружья одного из своих коллег. Мужчины выпивали, веселились, и так получилось. Но то, что последовало далее, не выдерживает никакой критики. В Московском институте имени Сербского Николаю ставят диагноз «шизофрения». Формально ему дают 4,5 года лишения свободы, но реально он возвращается домой уже в первый год. С каких это пор в Советском Союзе преступника-шизофреника отпускают просто потому, что он хороший парень? С тех пор, как он говорил, я любил охотиться, но вот с определенного момента у него пошла охота уже не на зверей, а на женщин. Федеральные каналы и блогеры не постеснялись показать массовому зрителю и выложить в сеть подробности биографии преступника и кадры оперативной съемки. Мы сочли их слишком жестокими. Джаман Галиев не просто убивал женщин, он как животное пил свежую кровь, разрезал тела на куски, а затем ел их. То, что удавалось находить следователям, тяжело было назвать трупом. Опять же странно, что серийный убийца и каннибал ни разу не привлек внимание общественности. Ну, однажды Джамагалиев сделал, как говорится, прокол. Он пригласил к себе в гости знакомых парней, накормил их мясом. Но в какой-то момент, когда они выпивали и крепко выпили, он вышел себе в другую комнату, где у него как раз лежал труп очередной убитой им жертвой. Собутыльник долго не возвращался, и за ним решили сходить. То, что мужчину увидели, повергло их в настоящий шок. Немедленно секунду они побежали в местное отделение милиции и вернулись уже с оперативниками. Джамагалиев в одном нижнем белье с топором в руках стоял рядом с тиром жертвы. Оперативники сами, как в копыно, остановились. Он, увидев, что его могут задержать, он в этот момент, как был, практически голый, он выпрыгнул с этим топориком в окно и убежал в горы. Там он где-то скитался, жил у дальней родственницы, но в конце концов его вычислили. Что получилось в итоге? Хорошего парня, которого любило все село, суд тут же признает невменяемым. И вместо заслуженной тюремной камеры Джамагалиев попадает в ташкентскую лечебницу, где 8 лет ударными дозами лекарств из него выбивали его дурь. То есть, говоря доступным языком, отечественная психиатрия изуродовала его психику еще больше. Он дважды пытался покончить с собой, но неудачно. Через 8 лет местные светилы решили, что он почти здоров, и отправили его в обычную психушку по месту проживания. И тут еще одна странность. Для конвоя знаменитого серийного убийцы правоохранительная система выделила аж 2 человека – санитара и медсестру. Догадайтесь, что было потом. Как и все серийные убийцы, Джамагалиев отличался большой физической силой, которой и воспользовался, покинув провожатых. Тогда был объявлен розыск по всей стране. Искали его практически в каждом городе, и в Москве, и в Рязани, потому что все понимали, что преступники такого рода, они не прекращают свою деятельность, они просто не могут прекратить. Это также для них, как обычный человек, нуждается в пище. В итоге Джамагалиева поймали и снова поместили в клинику. А спустя еще несколько лет, как здорового человека отправили домой, в родной поселок. Где почему-то, к удивлению семьи кровавого маньяка, никто не хотел с ним знаться. Его уже и не боялись, а люто ненавидели, и не скрывали такого отношения. Поскольку уже все знали, что это за человек, то люди плевали ему в лицо, женщины плевали, мужчины его оскорбляли. И сначала он не выдержал такой травли и пытался куда-то сбежать. Потом в Кицегсово сбежал опять в горы, пытался попасть в тюрьму, в больницу. Есть данные, что впечатлительный и оскорбленный Джамагалиев несколько раз просил о расстреле. Нелегко потомку Чингисхана терпеть издевательства Бренных. Последние данные о нем датируются 2000 годом. Местонахождение неизвестно, а в районах, где он проживал, находят обезображенные трупы. И нет ни одной записи, свидетельствующей, что Джамагалиев снова в лечебнице или вовсе умер. Многие статьи о нем заканчиваются по-современному хлестко и лаконично, видимо, размышлениями писавших. Да здравствует гуманное отношение к преступникам вообще и к серийным убийцам в частности. Комментарии излишни. Помните слова великого Шекспира? Какая забавная штука человек. Он надевает камзолы штаны, а рассудок забывает дома. Сколько лет прошло, а ничего в этом смысле не меняется. На сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова